Добрый день, дорогие друзья! Речь пойдет о струнных маяках, а именно, можно ли повторно использовать проволоку, которую мы уже натягивали. Для тех, кто не понимает, о чем речь, речь идет о штукатурке стен, то есть натягиваются струны. Как это все делать, я ссылочку в описании оставлю на плейлист, кому интересно. То есть на всю длину натягиваются, без разницы, какой длины стена. Есть свои нюансы, тонкости. Потом обмазываются, и, соответственно, по ним уже, как по салазкам, штукатурятся стены. Вот, кстати, если это от струны. Вот один, он второй. Так вопрос в чем? В том, что можно ли использовать повторно проволоку. Вот как она выглядит, былушная. Вот новая проволока. Вот обратите внимание, я уже говорил о том, что когда мы ее транспортируем, когда мы разматываем, надо следить за тем, чтобы не было изгибов. То есть вообще как таковых. Тем более резких. То есть вот такие вот изгибы недопустимы. Вот я сейчас покажу кончик. Чуть-чуть. То есть вот, например, если вы разок вот так согнули, вот. Все, вы его уже не выгнете. Как бы вы не выгибали, в этом месте будет неровность. Вот поэтому очень важно. Во-первых, мы по толщине берем, что ее не так легко погнуть. 1,8 по толще. Потому что некоторые используют тоньше. Вот. Но не советую по простой причине, что она просто гнется. Может быть, они сильнее натягивают. Мы не пробовали. Конечно, при возможности попробуем. Вот. Но мы выбрали потолще проволоку. Вот именно соображение, чтобы она не гнулась. То есть мы разматываем. Даже были случаи, когда мы разматывали ее. И она походу гнулась чуть-чуть. Ее не получалось выгнать. Приходилось браковать весь кусок. И заново новую разматывать. То есть как это все аккуратно делать, тоже ссылочку в описании я оставлю. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Весь плейлист по монтажу струнных маяков. Там все по тематике. По каждым пунктам. Вот. Но немного отвлеклись. То есть вот как выглядит бэушная проволока. Давайте так посмотрим. Я уже показал чуть-чуть. То есть обратите внимание, какие у нее загибы. Вот здесь вот видно волна идет. Вот здесь изгиб. То есть когда мы его выдираем из стены, естественно, гипс не пускает. Мы же ее обмазали. Соответственно, у нас вот такие происходят изгибы. То есть идет, идет, идет. Раз, например, застопорилось. Здесь сильнее усилие. Вот. Оп, такой излом пошел. Соответственно, вот вся она такая. Вот излом. Вот излом. Вот. То есть любое место взять. Вот излом. Поэтому используете ли ее повторно? Ответ очевиден. То есть вот из-за таких изломов ее очень тяжело потом натянуть. Потому что потом вы натягиваете, как бы ее сильно не тянули. Вот этот маленький излом даст вам на стене маленькую ямку. Или бугор. Хуже, когда бугор. Потом стачивать придется. Вот. Причем стачивать всю полосу. Потому что бугор на маяке, полоса на всей стене. Потому что правила мы ведем, получается полоса. Вот. А если их таких много? Если мы будем экономить, использовать. То есть бушную. Ладно, когда мы заломили сами там одно место, допустим. А когда вот мы бушную разматываем, их очень много. Давайте я сейчас сплю. Какой-нибудь побольше кусочек покажу. Вот. К тому же, когда мы ее... Ну, допустим. Ну, нет на ней живого места. Это, во-первых. Во-вторых, еще самая главная причина. Почему? Ну, одна из самых главных. Потому что на ней вот этот гипс, который засыхает. Вот. Он немного реагирует, когда мы мажем шпаклевку. Когда мы мажем, подмазываем маяк. Когда мы промазываем. Когда она гладкая. Вот такая. То есть она как натянутая стоит струна, то есть ничего с ней не происходит. Когда она такая шершавая, она встречает сопротивление шпаклевки и немного может подниматься. Особенно это касается больших пролетов. То есть при обмазке вот такой струны, струна может приподниматься. Потому что у нее сопротивление больше. Соответственно, вы когда мажете, она больше поднимается. Когда она гладкая, она по шпаклевке скользит по сырой. Вот. И она не реагирует на ваши движения, когда вы мажете. То есть это очень важно именно в момент обмазки маяка. Потому что если мы приподнимем струну при обмазке, то получается мы нарушим плоскость. То есть мы сделаем бугор на стене такой. Пускай он плавный будет, но это будет уже неровная стена. Вот. Поэтому вот по двум причинам. Первая причина – это изломы. Вторая причина – это вот такие вот гипсовые следы, от штукатурки следы, которые при обмазке поднимают проволоку. То есть с гладкой проволокой такое не происходит. Вот, в принципе, основные две причины, почему мы не используем, не экономим. Ну, к тому же это идет расходный материал. То есть это не вы платите за это. То есть это обычные маяки. Заказчик заказывает. Почему мы должны экономить на качестве? Я считаю, что не нужно здесь экономить. Тем более не такие большие деньги. Вот. Мы берем на каждый маяк новую проволоку. Вот наглядный пример. Вот это все у нас отходы. Все, что хотел сказать. Какие-то вопросы пишите в комментариях. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова